здравствуйте уважаемые зрители мои сегодня мы встретились и пока очень актуальная тема зимней рыбалки сегодня разговор снова будет о мормышках и о том как делать их так начнем не будем тянуть время сегодня у меня в руки попал вот такой газовый баллон да вот я думаю кто-то встречал такие газовые баллоны это стоят они в паяльных лампах неважно это газовый баллон или это будет какой-то там флакон от любой там спрея любого там газовый баллон от зажигалки это будет консервная банка самая главная задача что нужно проверить я уже проверил здесь я паяльником попробовал паяется ли это железячка моим паяльником вот получилось что она лудится она хорошо паяется значит из нее можно сделать мормышку или блесной или все что вам удобно и так начнем для этого нужны ножницы по металлу чтобы раскроить этот баллон и взять себе часть этого того металла сколько вам нужно начнем ножницами я не сумел его пробить значит очень прекрасная жесть значит я возьму и сделаю отверстие есть отверстие и теперь я думаю ножницы не помогут вот такой кусочек жести мне больше не надо мне достаточно для того чтобы из нее сделать мормышку мы ее разровняем подровняем достаточно для того чтобы все получилось сегодня я буду делать круглую мормышку для этого мне понадобится шарик от подшипника я возьму вот такой диаметр молоток и наставочку на которой я буду выбивать свою мормышку сейчас я вам покажу и так у меня есть такой прибор сейчас я вам покажу поближе там есть разные диаметры отверстий и сейчас я буду выбивать с этой жестяночки свою мормышку для этого мне нужен молоток жестяночка и шарик у меня все готово сейчас я вам покажу что у меня получилось и так сделал вот такую короночку вот что у меня получилось короночка с той жестяночки сейчас моя задача она ровная все классная получилось с одной стороны правда на цвет имеет газового баллона все-таки мы сейчас удалим его вот и приступаем к исполнении самой мормышки нужно сделать отверстие посерединке припаять крючочек и отполировать нашу мормышку и так начнем сначала сделаем сначала уберем вот эту краску краску я беру с помощью двигателя вот а вы убирайте тем чем у вас как бы под руками есть это может быть даже наждачная шкурка и так убрал покрытие краски у меня получилось вот моя короночка теперь мне нужно сделать посрединке отверстие в котором будет там в будущем леска продеваться для этого мне нужен пробойчик молоточек и сделать отверстие вот начинать нужно не с средины а с выпуклой стороны вы посмотрите для чего это делается сейчас я ставлю на деревянное покрытие здесь у меня дерево вот я сделал углубление получилась такая маленькая вмятина с отверстием для продолжения пайки моей мормышки мне нужен крючок я снова выбираю вот такой размер крючка вы выбираете то что у вас есть теперь мне нужен паяльник кислота припой или чего будете работать паяльник хорошо прогретой сейчас мы начинаем лудить нашу чешую мормышки это нужна кислота металл исключительно пропаялся и хорошо залудился для полного вашей уверенности что ваша мормышка не проржавеет в ближайшее время я буду лудить ее с обратной стороны тоже пролудив нашу чешуйку с обоих сторон теперь мне нужно запаять сюда крючок для того чтобы крючочек запаять не нужно его хорошо пролудить чтобы он хорошо держался в мормышке крючочек пропаял хорошо теперь начинаем паять нашу мормышку для того чтобы не мучиться потом с дырочкой сразу в отверстие своей мормышки с чешуей я вставлю нехромовую проволоку многие знают что нехром не паяется подождав когда моя мормышка выстила вот мы удаляем отсюда проволочку нехромовую вот заготовка мормышка моей уже готова полностью от а до я теперь нам осталось ее привести в человеческий вид я буду делать это с помощью своего двигателя вы делаете то что у вас есть как всегда под руками наждачная бумага или там фетровая подушечка ну все что вам удобно сейчас я покажу и наша мормышка практически будет готова и так после полировки моей мормышки я получил вот такую мормышку вот она двухсторонняя получилась белая мормышка прекрасная мормышка для ловли там хищные рыбы белые рыбы ну это как кому называется вот мне подходит на мой водоем если хотите тоже делайте ну и самое главное что мне нравится что я взял вот такую пустую банку которую уже выбросить нужно вот там вырезал кусочек жести и получил вот такую мормышку или там еще какую то там приманку я сделал может быть блесну или вертушку ну не важно что о чем это говорит что не выбрасывайте а ищите у себя в гаражах там в кладовках у вас есть такой материал не обязательно идти покупать там на рынок специальную фольгу там и для того чтобы попробовать сначала сделать какую то мормышку а возьмите вот такую баночку дихлофоса там еще чего то и делайте пробуйте я думаю у вас тоже все получится так что не бойтесь экспериментировать всем большое спасибо за внимание пишите свои комментарии ставьте лайки если вам понравилось и подписывайтесь на мой канал и подписывайтесь на мой канал Продолжение следует...